А-а-а-а Лучший человек Андрей Козицкий отправился получать знания в славный город Хабаровск. Но одна вести эфиры я не буду. Хочу представить вам не менее близкого друга и хорошего человека Сергея Сурмачевского. Привет-привет. Привет всем зрителям. Привет Сергей или как вас лучше может быть Сергей Сергеевич? Все-таки работник администрации. Ну что, как тебе удобно? Ну я думаю, что можно просто Сергей. Да, вполне. Хорошо, пока Андрей на сессии, Сергей будет помогать мне. Вот смотри, мы с тобой не виделись, ну давно, неделю, две. В общем, как у тебя дела? Да вообще все отлично. Что? Проснулся, ну, рутина жизни, она прям кипит, знаешь, такая. Дом в работа, дом в работа, вот. Только вот единственное, дома радует. Ремонт недавно сделал, вообще. Хожу просто вот так, любуюсь. Ну чисто загляденье прям. Тасик, да? Вот прям вот, вот так сделает, потому что ничего не сделает. Ну, у меня тоже все хорошо, снег безумно радует. Сереж, скажи, пожалуйста, ну, как думаешь, о чем мы будем говорить в эфире? Все-таки это твой первый эфир. О том, как случайно ноябрь, а декабрел. Хорошо. Как говорится в нашем деле, дорогу молодым и их желания. Всегда хотел сказать такую фразу. Ну что ж, друзья, в студии Виктория Сарада, Сергей Сурмачевский. Это наше все. Поехали. Смотрите сегодня в программе «Наше все». 15 ноября в истории. Что случилось в этот день в Уссурийске? Расскажем. Ноябрь, а декабрел. Как раннюю зиму встретили уссурийцы? Посмотрим. Любви все возрасты покорны, а снегу и подавно, как взрослые снежными ангелочками стали. В рубрике «Мобильно». Покажем. Генеральный партнер программы «Мир аккумуляторов». Улица Кирова, 45А. Генеральный спонсор программы «Детская многопрофильная поликлиника». Детство должно сиять разными красками. Телефон в Уссурийске 300-470. Партнер программы «Отелье Талисман». Профессиональный пошив и ремонт одежды любой сложности. Улица Комсомольская, 28. Офис 304. Партнер программы «Компания Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б. Телефон 378045. Партнер программы «Сеть магазинов». Народные кухни. Только в ноябре. Скидки до 30% на все обеденные зоны. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Сереж, скажи, пожалуйста, а ты хорошо знаком с историей нашего города? Знаешь, их достаточно. Вот, например, 15 ноября 2012 года 50 лет исполнилось Новонекольскому клубу. Тогда зрительный зал вмещал 400 гостей. В стенах этого клуба сельчане впервые видели популярное в советское время индийские фильмы. Вот тогда, кстати, в ноябре 2012 года наша коллега Наталья Зайцева делала сюжет по этому поводу и узнала, что в кинорубке до сих пор хранятся основные аппараты и инструкции для киномехаников. Посмотреть фильм в большом зале хотели многие, поэтому билеты расходились за считанные часы. Через эти замурованные окна на экран выводили самые популярные советские фильмы. Ежедневно. Задние ряды считались местами влюбленных парочек. Билеты расходились за считанные часы. Показывали все эти индийские фильмы. Если была такая потребность, не хватало билетов, не хватало места в зрительном зале, то фильмы показывали и на 18, и на 21, и еще дополнительный сеанс на 23 часа, иногда на 24. Народу здесь было очень много. Зрительный зал внешне почти не изменился. Только звезд с экрана сменили живые актеры – сельские. Вторая жизнь клуба началась с закрытием кинотеатра. С конца 70-х прошлого столетия здесь запел народный хор «Родные напевы». Это второй дом. Сюда идешь как в отдушину. Вот придешь и отдыхаешь чисто душой. Попел, отдохнул, пошел домой делать те же самые дела. Какие делаются все время, когда нет репетиции. Сцену тут же занимает молодежь. Сельские дети учатся вокалу и танцам. Занимается здесь и заслуженный коллектив Приморского края – ансамбль «Ритм». В другом крыле здания, в небольшой библиотеке, собрана вся история клуба. И только самые любознательные читали о церкви, которая стояла на месте Дома культуры. Местный сторожил зарисовал ее для музея. Других сведений не сохранилось. Нынешнему поколению остается лишь хранить полувековые традиции этого Дома культуры. Итак, продолжаем. И еще немного истории. 15 ноября 2013 года сотрудники Дорожно-патрульной службы «Уссурийска» ненадолго перестали ловить дорожных нарушителей. Почему это? Что случилось? Большим экипажем полицейские отправились на станцию переливания крови и стали донорами. Кстати, об этом слышал. Если мне не изменять память, они стали участниками акции «Капля крови в океан жизни». Сереж, ты вот прям приятно меня удивляешь. Да-да-да. Совершенно прав. Тогда по всей России проходили различные социальные акции под эгидой Всемирного дня памяти жертв ДТП. Кстати, дорогие друзья, День памяти в календаре отмечен 17 ноября. Так что вы тоже можете сходить и сдать кровь. И делать это не обязательно по какому-либо особому поводу. Делать добро нужно каждый день. И еще немаловажный для нашего города факт. Сереж, ты вот скажи мне, пожалуйста, любишь футбол? Я тебе больше скажу, я фанат. Да и в принципе с пацанами мы побегать тоже фанаты. Два раза в неделю мы стабильно собираемся на Локомотиве, играем в футбол. Вот. 15 ноября 2012 года Локомотив распахнул свои двери. Спорт-комплекс, открытие которого ждали все жители Уссурийска. Ну, особенно мы, жители Слободы. Кстати, мой спортивный путь начался на Локомотиве. Именно в том зале у меня появилась любовь к железу. Чшш. 15 ноября войдет в историю и Локомотива, и всего округа. Площадь спорткомплекса огромна, около 3500 квадратных метров. Его функциональность уникальна. Здесь есть современное искусственное поле, трибуна на 1800 человек, хоккейная коробка, большой игровой зал и несколько тренировочных залов. За то, что у нас есть возможность заниматься в таком уютном, просторном, светлом зале. И все дети присутствующие хотели бы вам всем сказать огромное спасибо. Три, четыре. Спасибо! Огромное спасибо вам за ваш труд и вам, ребята, за то, что вы верите в победу, в собственные силы. И надеюсь, что вы не только будете отличными спортсменами, но и получаете только пятерки в школе. В этом просторном зале лежит покрытие из канадского клёна. Тут можно проводить любые соревнования, включая международные. Позволяют и размеры, и требования. Дети и взрослые здесь будут играть в минифутбол, баскетбол, волейбол и бадминтон. Пока его тестируют участники церемонии открытия. Перед гостями выступили воспитанники Федерации карате, тейквондо, ушу, худо, художественной гимнастики. Отметились и студии танцев. Здесь места хватит многим. Десять видов спорта будут чисто профильными, остальные – прикладными. Спорткомплекс «Локомотив» на сегодняшний день – это самое уникальное место в Приморском крае, а может быть и во всем Дальнем Востоке. Почему я так заявляю? Потому что такого огромного количества спортивных залов и других спортивных объектов на территории одного комплекса просто нет. Строительство спорткомплекса «Локомотив» обошлось в 140 миллионов рублей. Деньги расходовались из городского, краевого и федерального бюджетов. Деньги расходовались из городского, краевого и федерального бюджета «Локомотив» Ну, какие новости хорошие. Пока в отпуску еще гуляю отдыхаю. Погода неплохая. А сейчас буду собирать. Пока готовлюсь к рыбалке. Завтра, если будет погода, значит, на рыбалку поеду. Будем надеяться, что будет. Ну, обещают родяной дождь вообще-то. Такие хорошие. Конечно. Устроился на работу. На работу устроился? Такой маленький и на работу. Я такой же маленький, как вы, балерина. Да? Да. Ох, ты шутник. Куда устроился на работу? Промоутером. Ну, там, недалеко отсюда. И еще что? Как погодка тебе? Ты тоже отличная. Снежок радует? Конечно. А Новый год ждешь? Ой, знаете, как сильно. Я иду с школы. Как в школе там дела? В школе замечательно. Оценки какие? Оценки хорошие, я хорошо сказала. Хорошая еще? Я ОГЭ буду сдавать. Что будешь? ОГЭ сдавать буду. Готова? Конечно. Все прям все. Морально, да, и так готова. И так тоже готова. Как тебе погодка? Погодка. Сегодня тепло. Довольно-таки. Снеговика или пиложки? Лучше, чем на сухолей. Я хотела. А и что? Не вышло. И у нашего преподавателя китайского языка, очень большого профессионала, сегодня праздник. Праздновать будешь? Профессионала в области китайского языка. Мы уже отпраздновали. Ой, хорошо. Очень хорошо попили чай с тортиком. Направляюсь домой, ходил по делам. А как вообще у тебя настроение? Настроение отлично. Погодка радует тебя? Конечно, солнышко светит. Снежок как тебе? Снежки играла же? Нет. Или это плохо? Времени нет. А чем занимаешься? Ну, работаю. Учишься? Ну, на данный момент, нет, не учусь, работаю. Но это тоже нужно? Конечно. Была в общаге, иду на остановку. Куда? Куда собралась ехать? К подруге. Чем заниматься будете? Не знаю. А как тебе погода? Погода плохая. Почему? Не знаю. Да что ты не знаешь-то? Партнер рубрики «Магазин. Парное мясо». Это не дешевое мясо, это цены низкие. Ребра 220 рублей. Окорок 225. Улица Фрунзе, 28. Не думал, не догадал, что у нас настолько позитивные люди в городе живут. Меня тоже всегда улыбает, что у сурийцев радуют мелкие, маленькие мелочи. Вот такая тавтология. Но все же такие позитивные люди заставляют меня задуматься, что все хорошо. Как говорится, счастье есть, и его просто не может не быть. Факт. А еще есть астрологический прогноз, которого тоже в нашей программе не может не быть. Партнер рубрики «Магазин. Настена». Улица Некрасова, 236. Телефон 331056. Итак, гороскоп открывает Овны. Ребята, пора задуматься о своем теле, здоровом образе жизни, правильное питание, спортивный зал. Именно сегодня отличное время, чтобы все начать. 15 ноября тельцы категоричные. Вы привыкли сходу сжечь мосты и вычеркиваетесь в жизни тех, кто вам не мил. Но иногда люди достойны второго шанса. Близнецы, сегодня ни одна ситуация не сможет испортить ваш день. Дела идут лучше, чем можно представить. Рак. Хватит играть в добродетеля. Многие пытаются пользоваться вашей добротой в своих корыстных целях. Снимите розовые очки и избавляйтесь от нахлебников. Лев, день удачен для деловых переговоров. Если всю свою энергию направите в это русло, в будущем вас ждет большой успех. Девы депрессивны. Унылое состояние заставит наделать вас немало глупостей. Не стоит рубить с плеча и сжигать мосты. Оставайтесь в единстве с разумом. Весы под влиянием Марса начнут конфликтовать с окружающими. Включите свою стрессоустойчивость на максимальный уровень. Скорпион. Не судите, да не судимы будете. А еще не слушайте то, что доносится из-за вашей спины. Тешьте себя тем, что вы впереди. Стрелец, сегодня ваш личный день знаний. Нет, не 1 сентября. Сегодня я не ошиблась. Постарайтесь максимально упаковать свою светлую голову информацией, а потом где-нибудь блеснуть этими знаниями, чтобы все просто обомлели. Козерог. Если пользоваться своей головой, идти только по самостоятельному намеченному пути, доверять только себе, можно достичь куда большего. Скажу по секрету, многие из зависти дают неправильные советы. Ну, соглашусь, из личного опыта. Дальше у нас водолеи. Позвольте людям набивать свои шишки, иначе в своих неудачах все будут винить только вас. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня нужно сделать все, чтобы ваш завтрашний день стал лучше. Не гуляйте допоздна, лягте спать пораньше. Завтра вас ждет судьбоносная встреча. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается. Это наше все. Всем привет! В эфире программа «Наше все» в студии Виктория Сарада и Сергей Сармачевский. Сереж, скажи, а вот ты любишь снег? Честно, нет, вообще не люблю зиму. Я люблю тепло. Вот вы с Андреем вот прям друзья-друзья. Он тоже не любит зиму, ну хотя и тепло он тоже не любит. Он в принципе никакое время года не любит. Он любит, знаешь, дома под одеяльцем полежать. Вот это вот прям его. Он любит, когда на улице холодно, а он дома под одеяльцем. Либо когда на улице жарко, а он дома под кондиционером. Под одеяльцем и под кондиционером. Знаешь, это вот прям про Андрея, да. Ну что же, ну а я хочу сказать, что ноябрь, а декабрел. Хэштег в социальных сетях, который сейчас набирает популярность. Знаешь, что вот меня радует? Что уже сейчас в ноябре можно кататься на горках. Погода позволяет, и пускай до настоящей зимы всего две с половиной недели осталось, а до Нового года полтора месяца, настроение уже игривое и праздничное. Обычная прогулка по парку силами природы превратилась в настоящую сказку. Ноябрь сжалился над носами и руками горожан и сделал воздух теплее, а в дополнение посыпал усуриск пушистым снегом. Его очень много, я его люблю очень. Можно лепить из него снеговика, кидаться снежками в лицо и кататься и приземляться не так. Радостное настроение распространилось по всем уголкам городского парка. В аллеях то и дело мелькали санки, из стороны в сторону пролетали снежки и постепенно появлялись снеговики. Трехлетний Денис тоже решил слепить себе такого друга, но сначала расчистил место для будущего шедевра. С возрастом желание валяться в сугробах не уходит, доказали старшеклассники. Ученики 25-й школы вышли на уборку территории, но просто чистить дорожки быстро надоело. Поэтому ответственное дело школьники совместили с более интересным занятием. На самом деле пока наш учитель не видит, мы только и делаем, что бросаем все снежками. Педагоги не стали ругать учеников за ребячество, а наоборот позволили детям выплеснуть энергию. Постепенно желание поваляться в сугробах и поучаствовать в снежном бою появилось даже у тех, кто стоял в сторонке. Давно играл в снежки, лет пять назад, наверное. Вот сейчас решил попробовать это, вспомнил вообще, как это все было. Календарная зима еще не началась, но уссурийцы уже почувствовали атмосферу этого времени года. Для кого-то снег – это заносы на дорогах, скользкие тротуары и прочие неприятности. А для других – повод окунуться в детство. В этом году ноябрь выдался необычайно холодным, но с сегодняшнего дня начнется потепление. Поэтому самое время выходить на улицу и предаваться зимним забавам. Например, лепить снеговика, как это сделали мы. Анна Клыга и Анатолий Молчанов. Телемикс. Привет всем, кто только присоединился к нам. В эфире программа «Наше все» и в студии Виктория Сарада и Сергей Сурмачевский. Говорим о том, как ноябрь одекабрел. Знаешь, Сереж, я вот вспомнила, как в 2007 году одекабрел не ноябрь, а октябрь. Октябрь. Тогда все резко сменили ветровки и кожаные куртки на пуховики и шубы. Да, помни этот погодный нонсенс. Я учился тогда в 11 классе, и у нас в школе отменили занятия. Да что там занятия? Я помню, как слобода почти целую неделю без света была. Ну, а согласись же, тогда отмененные уроки нас реально радовали. А вообще, раз ты заговорил о делах давно минувших дней, предлагай перенестись в далекий 2001-й и вспомнить, что интересного тогда происходило в нашем славном городе. Рубрика «Наша история» продолжит эфир. Партнер рубрики «Магазин Ромашка». Новое поступление зимней одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Каждый вечер работник администрации Анатолий Павлович выходит на тропу войны с птицами. Пернатый с белым брюком и черным хвостом терроризирует округу. Как только стрелка часов приближается к семи часам, они слетаются на голубые ели администрации. Это ощущение. Гадят вот тут. Администрация загаживает. Ничего ж. Уже с полмесяца такая штука. Разглядеть птиц в темноте практически невозможно. Чтобы сделать эти кадры, нашему оператору пришлось применить все возможности видеокамеры. Что это за птицы? Среди местного населения появляются споры. Кто говорит «сойки», кто «сороки». Их даже сравнивают с птицами из фильма «Ночной дозор». Столько пернатых в одном месте и в одно время видели только на экранах телевизоров. Когда я иду, когда они пролетают мимо меня, мне кажется, что они сейчас на меня набросятся, сожрут, и от меня останется один скелет и кишки. Вот когда в стае на черном небе, да, как-то так странно. А на гиреях они очень мирно себя ведут. Орнитолог Юрий Глушенко о птицеход администрации наслышан. В музее УГПИ есть чучело этого пернатого. Птица называется даурская галка. Это ближайший родственник той галки европейской, которая знакома многим по Москве. Здесь же близкий вид. Во-первых, она отличается от той галки взрослой птицы с белым брюхом. Поэтому как-то многие думают, что это сорока. Еще пять лет назад даурских галок в зимнем Уссурийске не было. Они эмигрировали в Китай. Теперь из-за потепления климата птицы решили остаться на зимовку в городе. Они такие в Приморье единственные. Раньше гнездились в скалах и в дуплах. Сейчас чувствуют себя городскими жителями. Строят гнезда в бетонных опорах линий электропередач. И сейчас популяция составляет около 700 птиц. Еще пять лет назад было 500, сейчас 700. Но я думаю, что это численно стабилизируется, потому что опор больше нет. И уже им дальше развиваться негде. Единственное, что может случиться, что спаские галки подумают, подумают, долетят до Уссурийской, будут у нас зимовать. Почему галки собираются возле администрации, Юрий Николаевич объясняет так. Они интеллектуальные птицы. Перед сном обсуждают новости прошедшего дня. 20-40 минут общения умных птиц и около килограмма помета на брусчатке. Ежедневно убирать улицу приходится работникам предприятия БОС. О галках им никто не рассказывает. Мы же приходим, никто ничего не знает. Кромные враги Анатолия Павловича, ужас местных детишек, даурские галки просидят на елках у здания администрации до конца зимы. Если только не найдут более интересное место для своих интеллектуальных бесед. Партнер рубрики «Магазин Ромашка». Новое поступление зимней одежды и обуви для всей семьи по низким ценам. Сереж, вот мы с Андреем Плотничком работаем уже почти год. Я знаю, что он любит есть, что он любит пить, как он любит проводить свое свободное время и какие фильмы он предпочитает смотреть. Окей, вот с тобой мы знакомы больше 10 лет. Мне кажется, столько не живут. Как, правда, больше 10 лет? Ну, где-то так. Я не считаю, знаешь, ты мне не настолько интересна. Мы же друзья. Фикап-мастер, давай, отбей. Но, знаешь, я до сих пор не знаю, какие фильмы ты любишь. Давай, вот, рассказывай мне и нашим телезрителям. Знаешь, я тебе скажу так, что я вообще не киноман. Я не люблю смотреть фильмы только потому, что они быстро заканчиваются. Полтора часа – это быстро? Да, это быстро. Знаешь, вот я фанат сериалов. Вот что ты сел и на три дня. На три дня? Ну, конечно. Ну, это там, если сезонов семь. Сезонов семь на три дня. Санта-Барбара на месяц. Ну, нет. Почему? Ну, как бы, я же есть еще хожу, понимаешь. Вот на улицу иногда в магазин надо сходить. Иногда работаю? Ну, да. Это тоже бывает. Я же работаю. Я же работник администрации, на секундочку. Не, ну, а если брать непосредственно фильмы, то, наверное, из последнего, что мне прям понравилось, это вот всякие русские комедии. На удивление мне понравились русские комедии. Это вот что я смотрел? Горько, Горько 2. Выпуск 0. Я вообще, наверное, раз в три уже пересмотрел. Мне, кстати, тоже эти все фильмы понравились. А еще в последнее время вечером я начала смотреть молодежные комедии с песнями, танцами там всякими. Иногда драму смотрю. Все, в общем, от настроения зависит. Я, конечно, новичок у вас, но ваш эфир с Андреем я пару раз смотрел, понимаешь? И если ты начала такой разговор, значит, сейчас ты будешь говорить, какую кинокартину будут показывать сегодня вечером в 22.00 на нашем канале. А я уже могу сказать, что Телемикс это наш канал. Ну, какой же ты все-таки сообразительный. Вот прям умничка. Ну, знаешь, вот если бы ты еще меня не перебивала, было бы вообще идеально. Знаешь, я подготовился, я уже знаю, что сегодня в 22.00 будут показывать австралийский фильм, который называется «В ритме сердца». Ну и о чем же этот фильм? А вот возьми да посмотри. Кто это? Один придурок. Кто? Марк Пиншо. Он был моим партнером, пока не сбежал с другой танцовщицей. На просмотр придет сам Билли Холлендер. В Америке ставят грандиозное шоу, планируется мировое турне. Ты уже сказала родителям? Ей 20. Воспитывать уже поздно. Как раз самое время, ей пора начать думать о будущем. Надо сообщить им, что я бросаю учебу. Жду момента. Она студентка престижного колледжа из хорошей семьи. Он уличный танцор. Она мечтает стать профессиональным танцором, а без него не обходится ни одна зажигательная дискотека в городе. Он много о себе возомнил, хотя как танцор и правда чертовски хорош. Куда это все приведет? Второго шанса у нас не будет. Мы делаем по-моему или не делаем никак. Колледж заброшен, родители против. Лучшая подруга, соперница по кастингу. Все это не важно, потому что главное победить и отправиться в мировое турне с одним из лучших танцевальных шоу. Я давно не видела такого таланта. У тебя огромный потенциал. Я бросаю танцы. Слушай свое сердце. Мы справимся, Делфин. Вместе. Грязные танцы нового поколения или в ритме сердца. Сегодня в 22.00 на канале Телемикс. Итак, продолжаем знакомить вас с моим новым соведущим Сергеем Сурмачевским. Барабанная дробь. Итак, друг мой милый, расскажи-ка ты мне, ты активный пользователь социальных сетей? Сколько я тебе сегодня лайков поставил в инстаграме? Ноль. Я не выкладывала. Вот ты не выкладывала? Не поверю. Не, на самом деле я очень активный пользователь. Вот сюда проснулся, залез, проверил ленту в инстаграме, пролистал ленту вконтакте, поставил чайник, пошел умылся. Вот. А опять проверил ленту в инстаграме, потому что, ну, по-любому уже кто-то что-то выложил. На самом деле очень активный. Я постоянно в социальных сетях. Ну, че, че, ты крут, наверное. А может быть и не крут. Смирно. Ха-ха-ха. Ведь не. Вот я недавно увидела пост у Чернослива, как после первого снегопада по городу ездил автомобиль со снеговиком на крыше. В интернете много смешных картинок по этому поводу. Очень смешно, но только наши приморские люди, наверное, так весело радуются всяким шуткам природы. Пусть то наводнения многие катаются по городу, на гироскутерах или на досках. Пусть то снегопад ездит со снеговиками на машинах, за автобусы цепляется. Все что угодно на самом деле. Вот он наш местный приморский позитив. Ну, а какие интересные видеоролики прислали Константину Маринцу, увидим в рубрике «Мобильно». Всем привет! С вами Константин Маринец. Это «Мобильно» здесь вы снимаете, а мы показываем про Уссурийск и окрестности. Ну что же, синег, синежок, зимняя сказка. Ах, все, сказочки конец, журчат ручьи. Но зимнее настроение ноября осталось зафиксировано на ваших мобильных и у нас в выпуске. Итак, взрослые ангелочки, дворники в конвульсиях, авария под липовцами и ездовой код. А также, зачем миньоны ходят в банк? Итак, в каждом телефоне есть фотографии снеговиков. Правда же? Но мы вам покажем не каких-то бездушных снежных баб. Хотя их у нас прислано в достатке. Лучше посмотреть на реальных людей. Любви. Все возрасты покорны. А любви к снегу и подавно. Если герои этого видео сейчас себя видят, то пусть и ловят от нас большой зимний привет. Снег. Это не только вам ми-ми-ми-ми. Страшная авария произошла на трассе Уссурийск-Пограничный. Возле поселка Липовцы на дороге столкнулись легковой автомобиль и фура. По сообщениям очевидцев, легковой автомобиль занесло на дороге в леерное ограждение, а потом выбросило на встречную полосу прямо на фуру. Машину разорвало на части. Пострадали 4 человека, один из них погиб на месте. Будьте осторожны на дорогах, особенно сейчас в гололед. Когда поднимаете дворники на машине, не забудьте их отключить. А то получится, как в следующем видео. Словно фильм ужаса. Идешь по дороге, и вдруг машина завелась, и дворники на ней начали, так сказать, биться в конгульсиях. Нет, конечно же, это явление объяснимо, но уж очень весело получилось. Всем понятно, что лучше во время снега машину оставить в гараже. Но ходить своими ножками многие уже разучились. Ну что, действительно, ножки у нас казенные, что ли? А как насчет ездовых животных? Собаке, говорите, прошлый век в Уссурийске есть ездовой код, смотрим. И вот этот ездовой код из Уссурийска за считанные минуты покорил интернет. За неделю ролик набрал десятки тысяч просмотров. Правда, ездовой код из Норвегии, нашего переплюнул. У северянина 107 тысяч просмотров. Но, ребятушки, это за 8 месяцев, поэтому все просматриваем нашего Уссурийского ездового кота, набираем популярность. Сотрудники Сбербанка отмечали праздник. И, как положено, позвали в гости аниматора. Кого бы вы думали? Билла Гейтса? Нет. И даже не Германа Грефа. А позвали они миньоном. Наверное, дело было так. Смотрят, видимо, прайс праздничного агентства, а там миньон. О, миньон, миллион. Это по-нашему банкуем. Let's get it on! Хэппи бёздный, хэппи-хэппи бёздный, хэппи бёздный, поздравляю тебя бро! Хэппи-безды, хэппи-хэппи-безды, хэппи-безды, поздравляю пиджок! Хэппи-безды, хэппи-хэппи-безды, поздравляю тебя, бро! Хэппи-безды, хэппи-хэппи-безды, хэппи-безды, поздравляю пиджок! на сегодня все дождь и слякоть вокруг но это тоже повод для хорошего кадра присылайте видео и фото в программу мобильно на этот номер ватсап или кидайте мне лично ссылки в социальные сети напомню что автор лучшего контента получит вот этот сертификат на 2000 рублей вот такой у нас хороший партнер торговый центр чемпион который в уссурийске находится по советской 21b название говорит само за себя чемпион это товары для спорта туризма охоты и рыбалки через неделю встречаемся здесь же а я пока сертификатик по придержу до свидания ну что же дорогие друзья наш эфир подходит концу ну как тебе не страшно было на самом деле знаешь ну на кавейне когда вот выступаешь перед зрителями гораздо страшнее здесь что здесь спокойненько здесь никого нет ну и ты над шуточками смеешься это уже идеально я просто идеальный зритель думать так хорошо тешь себя вика тешь да как говорится дальше больше пожелаем нашему другу андрею козитскому успехов на сессии ну а вам дорогие друзья пожелаем игривого настроения и чтобы руки не мерзли когда снежки играть будете ну а тебе сереж я пожелаю прийти ко мне еще в четверг там уже будет видно да ладно с вами были виктория сарада и сергей сармачевский с вами было наше все пока пока генеральный партнер программы мир аккумуляторов улица кирова 45 а генеральный спонсор программы детская многопрофильная поликлиника детство должно сиять разными красками телефон в уссурийске 300 470 партнер программы отелье талисман профессиональный пошив и ремонт одежды любой сложности улица комсомольская 28 офис 304 партнер программы компания формула dv реализует продажу и доставку всех видов технических газов улица кирова 10b телефон 37 80 45 партнер программы сеть магазинов народные кухни только в ноябре скидки до 30 процентов на все обеденные зоны программа наше все благодарит магазин все яркие за предоставленную одежду ведущей все что тебя касается все что меня касается все только начинается это наше все